здравствуйте дорогие друзья меня зовут Ольга Курунова и я рада вас приветствовать на своем канале сегодня мне снова стало вязать скучно одной у меня вяжется шапочка на мастер-класс полностью по петельной я вывязывала с вами вместе нашу макушку забыла слово как называется и дальше я уже шурую лицевой гладью вязать мне долго скучно спицы два с половиной тоненькие ну и поэтому приглашаю вас сегодня к разговору разговор я сегодня не взяла никакой тег в разговорное видео а просто хочу с вами пообщаться вот на те темы которые придут ко мне в голову ну в принципе у меня есть небольшие как бы сказать анализ анализ ваших комментариев что вы пишете что вы говорите как вы размышляете ну и думаю что вам тоже будет интересно куда разовьется эта тема я сейчас не знаю поживем увидим так убрать надо чтобы не шумела ничего я здесь цепочка от браслета и так ну что поедем да вообще каждый из нас вяжет по-разному кто-то просчетом кто-то на глазок посмотрела я видео татьяна кельмяшкиной где она рассказывает про я забыла как называется это видео одно из последних она была о том так сказать о вечном споре вязальщиц кто вяжет по расчетам кто вяжет на глазок ну так вот и у меня она так взбудоражила я полностью согласна с мнением татьяны мне очень понравилось то видео я была очень вдохновлена им как-то скажем взбудоражена проснулась так сказать встрепенулась и тоже хотела бы попад поразмышлять на эту тему смотрите все мы разные я уже об этом сказала да кто как умеет тот так и вяжет вязать можно по расчетам вязать можно на глазок а вязать можно постоянно примеряя изделия и раз можно значит нужно вязать если у вас есть такое желание кто хочет тот ищет возможности кто не хочет ищет причины и кстати находит вот кто-то вяжет всю жизнь и при этом его все устраивает и он не хочет слышать о развитии вязания и не принимает ничего нового есть же такие люди есть их очень много и я раньше была такая же то есть я научилась вязать условно от бабушки из кружка по книгам по журналам то есть можно сказать что я научилась вязать у меня ровная лицевая гладь я вижу спокойно умею делать все разли различные петли там различные методы вязания знаю то есть все я вроде как развилась но и хватит или зала много-много лет так думаю что все хорошо потом я поняла когда появился интернет я поняла что изделие сидят по-разному некоторые изделия сидят по фигуре хорошо некоторые я стала обращать внимание что вроде бы все классно так классно связано все то же самое да и но посадка как-то не айс я начала на это обращать внимание раньше я это вообще не замечал вообще не видела потом как-то стала замечать внимание и начала развиваться дальше вот то есть я из тех людей которые сначала были как и многие из нас которых все устраивает и никуда развиваться не надо все нормально потом я стала тем человеком который понял что я нифига ничего не знаю и что оказывается в вязание столько много возможностей и она может быть настолько разным в зависимости от фигуры человека и от каких-то его индивидуальных способностей вот я перешла в стадию развивающихся а есть еще такие люди которые наоборот знаете вот так вот бегут 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 схватывают все все верхушки то есть они теоретически все знают вот что у них не спроси я это знаю я это пробовал я это знаю я это пробовал но пытаются объять необъятное вот короче мы все разные и нам вот я в чем уверена мои дорогие друзья что нам не надо спорить как лучше вязать на глазок по расчетам по методикам каким-то или просто брать пряжу и набирать то количество петель которые мы считаем нужны и в процессе вязание переделывать изделие вот вот самое что главное что нам не нужно спорить а уж тем более ссориться друг с другом нас всех с вами объединяет такое замечательное такое душевное такое миролюбивое хобби это вязание ведь что может быть что может нас еще больше сплотить только вязание а в последнее время очень много в нашей жизни негатива такое ощущение что это какой-то вот снежный ком наваливается на нас и вот он катится 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 я сейчас говорю о всем мире полностью во всем мире независимо от страны в которой мы живем мы все его негатив я имею виду до испытываем так может быть нам пора остановить этот ком этот огромный огромный ком уже лавина а может быть это именно нам под силу нам простым обычным вязальщицам которые сидят у себя в больших городах в маленьких в больших странах маленьких странах не важно где если мы рукодельницы а вот если даже мы рукодельницы блогеры которые ведут свои каналы будем снимать только добрые позитивные видео мне кажется что мир станет чуточку лучше мои дорогие друзья как вы считаете ведь то что говорит блогер он несет в этот мир его посмотрит тысячи людей сотни тысяч порой некоторые видео смотрят сотни тысяч людей так если мы будем нести только добро заряд настроение позитива так может быть мы в наших руках все изменить а если мы подписчики я же тоже вот подписчик у меня тоже много каналов я тоже являюсь подписчицей и вот я думаю что если мы подписчики будем писать только добрые теплые и нежные комментарии то мир станет еще чуточку лучше я понимаю что у каждого из нас бывает плохое настроение но лучше промолчать знаете есть такая фраза фраза молчи громко и вот она мне очень нравится что действительно порой молчание дает понять многое а вообще если мы все люди планеты вот так вот я замахнулась перестанем сувать свой нос в чужие дела и перестанем давать непрошенные советы и и высказывать свое мнение там где его не спрашивают то мир опять станет чуточку лучше я последнее время очень стараюсь по доброте душевной не давать добрых советов ведь знаете пока я не вела канал мне наверное проще чем многим из вас у кого нет своего канала кто не блогер а просто зритель я же тоже была раньше просто зритель сейчас я стала зритель а также блогер и немножечко на все смотрю с другой точки зрения раньше когда я была зрителем я часто давала комментарии какие-то а сейчас когда я стала блогером и когда мне сейчас дают кучу советов то я на это смотрю уже немножечко по-другому ну ладно может быть попозже я раскрою эту тему сейчас не буду в это вникать короче дорогие мои друзья я пришла к выводу что мне нужно очень следить за собой за своими действиями за своими поступками а что самое главное за своими мыслями и своим языком вот это я в этом точно уверена в этом я тоже пытаюсь совершенствоваться пытаюсь развиваться и это очень сложно порой промолчать когда ты хочешь закричать сказать что вот так надо вот так надо но я всегда стараюсь притормозить и думать кому надо я всегда вопрос когда надо следующий вопрос у меня кому это мне надо или тому человеку которому я хочу посоветовать ну понятно что это мне надо на человеку может быть это близко не надо это мне кажется что ему так надо а ведь это так сложно на самом деле сказать легко а вот сделать трудно ну и короче сегодня я наверное хочу поговорить больше о себе о том как я преодолеваю эту тягу критики непрошенной и к непрошенным советам а возможно кто-то из вас мои дорогие друзья тоже почерпнет что-нибудь полезное для себя из этого видео ну а если нет ну просто послушайте как говорится дурак учится на своих ошибках а умный на чужих вот сегодня я побуду для вас вот таким вот дураком который в принципе учится на своих ошибках да да но зато вы получите возможность стать еще умнее проанализировав ошибки мои а вот опять давайте вернемся все таки к тому разговору что раньше я была зрителем а теперь я стала зритель и блогер у меня как бы я расширила свой кругозор с двух сторон стала так сказать на позиции блогера и и стою дальше продолжаю стоять на позиции зрителя вот о чем хотелось поговорить это комментариях раньше пока я не была блогером я не писала комментариев в самом начале моего пути я боялась писать вообще кто я такая где блогеры где я зачем я буду ему писать я просто молча слушала смотрела с чем-то соглашалась чем-то не соглашалась ну как-то знаете считала что не нужно себя выдавать что я вот так вот смотрю там или что-то там интересуюсь или еще что-то потом у меня развитие было такое что я стала писать комментарии но конечно же не вспомню свой первый комментарий но и не вспомнил когда я меня это всколыхнуло что я захотела что-то написать не знаю что это было кто это из блогеров был но и написала написала первый раз комментарий блогер ответил наверное мне и меня это захватило я стала комментарии писать стала писать комментарии разные ну конечно свое фи я не высказывала никогда никогда даже когда не была блогером я понимала что моё фи это я то есть мы не что-то может не нравится это не означает что должно не нравиться блогеру или или то что я должна высказывать свою точку зрения тому или иному блогер мне нравится мне развернулась и ушла в общем вот таких негативных комментариев я не писал но могла сильно поспорить могла заступиться за блогера когда видела что его в чем-то вот обвиняют или высказывают свои спив короче начала спорить в комментариях ну как правило всегда защищая блогеров сейчас я блогер и вижу чуть больше шире чем раньше сейчас я понимаю что нельзя да именно нельзя писать комментарии с негативными высказывания вот нельзя это моя точка зрения лучше промолчать негатив не нравится ногти не нравится прическа не нравятся глаза не нравятся руки оля молчи тебе какое дело если тебе нравится этот человек в общем ну и какая разница как он сегодня выглядит если ты пришла посмотреть на его внешность я в принципе никогда так не приходил и не смотрела мне как-то если я люблю блогер меня в нем нравилось все но все-таки я себя сдерживаю иногда некоторые любимые мной блогеры высказывают какие-то нелюбимые мною темы или больные для меня темы или болезненные темы неважно некоторые там затрагивают политику некоторые там затрагивают еще что-то меня это неприемлемо я это не хочу я просто не смотрю если я слышу что блогер начал что-то говорить вот в эти области я просто отключаю это видео и жду следующее вот именно и ничего не пишу ничего не пишу потому что это блогер его право высказывать свою точку зрения ну его право и наоборот вот если я поддерживаю блогера если меня что-то затронуло в душе если мне что-то очень понравилось то я все бросаю вот все бросая то есть я видео смотрю я могу смотреть видео там я не знаю когда кушать готовлю да у меня наушники беспроводные воткнуты в уши на столе стоит телефон я могу даже не видеть блогера просто слушать о чем он говорит о чем он беседует и продолжать свои дела там убираться полы мыть на посуду мыть кушать готовить то много чего могу в огороде иногда полю если это лето да включая своих любимых блогерах вставлю их на табуреточку где-нибудь впереди меня чтобы краем глаза можно было поглядывать и делать дальше свои дела вот и в этот момент когда если мне что-то сильно затронуло душу если я согласна с чем-то с блогером или мне хочется похвалить или я увидела изделие который мне очень понравилось я бросаю все я бросаю полоть там я вытираю руки если мою посуду то есть на полпути бросаю посуду мыть ставлю видео на паузу и как это сказать вот эту энергию свою добрую энергию я тут же сразу писать пытаюсь вылить в комментарии пусть маленький пусть небольшой но он такой энергетически заряженный что я думаю блогеру это очень понравится так что вот дальше про комментарии вот прямо подробно вам рассказала как я развивалась и на каком пути сейчас я про не брошенные советы это такая тяжелая тема о как я любила их давать как я считала себя не знаю что на работе что дома что где-то мне кажется вот ну правильно со стороны она всегда виднее но это на самом деле так что со стороны виднее и вот я раньше смотрю блогера и мне кажется нет лучше будет сказать что я что я ну я уверена что я могу помочь написав комментарий с дельным как мне казалось тогда советом ну какой это может быть дельный совет ну например маша тебе нужно подстричься тебе будет лучше или там не знаю марина тебе нужно заняться собой тогда но я так конечно не писала но условно-образно я вот так говорю да или например а я знаю 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 вот здесь будет лучше закрытие петель сделать вот таким способом вот нам закрыть петли провязав то-то 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 или ой а вот если бы вот здесь вот сделать вот так это будет вот прям круто блогер об этом не спрашивал блогер не просила совета конечно когда блогер просит совет когда просят например девчонки помогите вот не знаю вот как я дают своим в телеграмм своим родным девчулям у нас есть такой чат в телеграме внизу ссылка на него есть если хотите присоединяйтесь а и мы там общаемся по поводу в основном вязание но иногда у меня вот бывают какие-то затыки в моих вязаных проблемах ну как правило как назвать изделие девчонкам девчонки но не могу но не приходит мне название ну пожалуйста давайте вместе придумаем там название для моего платья или название для будущего такого джемпера он планируется быть таким то таким то так то так то в общем все объясню и девчонки мне давай закидывайте названиями всякими разными я каждый рассматривать то есть я попросила совета мне дали его это здорово это бесценно это это вообще это прям не обсуждается вот и мне сейчас так стыдно за то что я раньше давала советы блогерам ну или там вообще всем сейчас я стараюсь лучше молчать лучше молчать я понимаю что да у я вот если бы вот так вот он закрыл петли было бы лучше вот а если по ну так вот начал макушку было бы классно у я если бы вот здесь вот он свободу облигания чуть побольше дал вот такой блогер не понимает но было бы лучше я молчу это не мое дело блогер развит до той степени до какой он развит какой я имею право лезть в его развитие но разовьется он до следующей степени развития и отлично и сам поймет где чё и как потому что на чужих как вы поняли да ошибках не учится учиться на своих вот я перестала давать такие советы полностью вообще перестала и я только теперь понимаю что не нужно не нужно этого делать когда не просят советы их не надо давать вот так вот и вы можете спросить ну почему уволь ведь он же по делу совет тогда ну да по делу а знаете сколько таких дельных советов дают блогеру и что самое смешное что порой они так противоречит друг другу и со стороны блогера просто уж таешь от всех советов иногда какой-то действительно важный и нужный теряется среди множества других то есть понимаете когда ты уже читаешь ой оль надо вот это сделать ой 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 вот а вот тут вот так вот будет вот например вам надо подстричься или ой какая у вас классная прическа и ты такой думаешь так так мне подстричься или классная прическа у меня или у вас ужасный маникюр следующий комментарий например о какой классный маникюр и ты такой так что мне с этим делать сначала отрезать потом снова нарастить у вас узкая пройма вам надо пошире рукав кому надо девчонки кому мне я же не просила совета а если я показываю на публику я я сейчас как блогер до выступаю то значит меня все устраивает ой да а на секундочку у меня всегда такой вот прям крик души а я просила совета я ж не просила меня все устраивает мои дорогие я нахожусь на этом пути развития вот именно на этом буду находиться на следующем сама дойду до ваших советов и они мне не нужны будут но если уж так сильно хочется дать советы надо заводить свои каналы что я и сделала видите я завела свой канал и теперь я советы раздаю всем вот прям вот всем вот так вот беру и вот так раз да и уберите пожалуйста и многие девчонки этим пользуются им очень нравится и я рада и они рады так что если среди вас есть тоже такие заядлые советчики которые всегда знают что и как делать такие как я да вы тоже можете завести свой канал и будет все вообще здорово а еще знаете я что заметила мои хорошие самое интересное что когда ты спрашиваешь вот например девчонки там помогите да вот затык вот не знаю как дальше быть то тебе советует мало мало намного меньше чем если бы ты не спросил совет я не знаю как это работает почему-то когда ты спрашиваешь совета то сразу все язык засовывают в одно место и молчат правда не знаю может быть это у меня так мне порой такая так а чё никто не знает я не знаю никто не знает жалко ну вот вы видите что я вот такая вот дурочка и учусь на своих ошибках а вообще сегодня я наверное хотела затронуть другую тему вы знаете мне еще многие очень многие пишут очень многие что я вижу профессионально что я вижу быстро ой вот вы вот так вот вяжите а я так не могу ой вот ну да у меня вот столько дел я вот столько в это вон чо а у меня то вот у меня там семеро по лавкам у меня там и работа и все у меня там ой я вот так не могу вот вывод быстро я вот а я вот не быстро почему-то меня всегда сравнивают с собой. Вот у вас столько времени, а у меня столько времени нет, а у меня вот такие проблемы, у вас-то что? Ну, и вы знаете, когда читаете комментарии, у меня складывается впечатление, что я вообще ничего не делаю, а просто тупо сижу и с утра до ночи вижу. У меня нет никаких проблем, у меня нет никаких других забот, работ, у меня нет семьи. Я такая, знаете, одиночка, которая просто просыпается, глаза протерла за вязание. Значит, пришло время спать. А, ну нет, я же, наверное, еще должна покушать. Правда, кто мне приготовит, я не понимаю. Ну, наверное, да. У многих, наверное, складывается такая точка зрения, и я всегда улыбаюсь. Ну, мои хорошие, есть такая житейская мудрость. Она мне так близка, я ее готова выбить татуировкой у себя на теле, чтобы не забывать об этой мудрости. Ведь кто хочет, тот ищет возможность, а кто не хочет, тот ищет причины. Ведь это, ну, я не знаю, это очень старая поговорка, мудрость, или как это называется, я не знаю, но ведь она такая действенная. Это ведь на самом деле так. Когда мы хотим, мы горы сворачиваем, и нам все по плечу, мы все успеем, и проблемы, и не проблемы, и все на свете. И, знаете, сейчас хочу рассказать, ну, раз уж я говорю сегодня о себе, такое эгоистическое видео, эго о себе, я хочу вам рассказать одну историю. Когда мы с Сашей поженились, у нас родился сыночек, я поняла, что я перестала развиваться, новые все мамы в декрете были, наверное, большинство из вас. Знаете, что это такое декретная жизнь? Что такое декретная жизнь? Что ты полностью дом, 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 ребенок, ребенок, дом, дом, ребенок, ребенок, дом, немножко муж. Опять дом, ребенок, ребенок, дом, немножко муж. Ну, я думаю, что всем это вам известно. И ты такой в этих вот, как бы засасывает тебя вот это житейское болото, и становится очень тяжело. И в какой-то момент я поняла, что что-то я в этой жизни теряю. Да, ребенок маленький, да, он полностью занимает все мое время И я очень рада, что я ему очень много посвящала времени И первому, и второму, и вообще Но, так, я немножко вас шевелю, потому что сама меняю позу Но мне в один момент так стало тяжело И я поняла, что мне нужно поступать в институт Я очень сильно хочу в институт Сыну еще не было годика Ему, он не октябрьский А в августе я уже вовсю готовилась к поступлению в институт Техникум я закончила, вышла замуж Ну, в смысле, устроилась на работу Вышла замуж, родила ребенка И теперь вроде бы как надо дальше заниматься саморазвитием Иначе я сойду с ума вот от этих вот проблем И никакой больше головной боли Вы представляете? В сентябре месяце я поступаю на вечернее отделение И вечернее отделение это ежедневные походы в институт С 6 до 20 минут десятого по вечерам Это вечерний филиал был Вечернее обучение И с 6 до полдесятого Ну, до 20 минут десятого При этом я Как вам сказать Я не умею учиться на халяву, что ли Очень многие, вот прямо 80% людей учатся на халяву То есть они пришли, послушали, развернулись и ушли От сессии до сессии Живет со студентом весело, да? У меня не так Я Прихожу на лекцию А причем, когда я пришла, у меня руки уже перестали быстро писать Они писали очень медленно А вы знаете, что педагоги говорят очень быстро И это твои проблемы Запомнить или не запомнить то, что они говорят И, значит, я понимаю, что я ничего не успеваю писать Я начинаю, беру тетрадку, начинаю писать Сокращая слова А на тот момент я как бы придумала свою сокращенную Ну, это уже еще в техникуме, еще в школе Там какие-то слова заменяя просто какими-то символами Которые известны только мне одной Какие-то есть они общепринятые Какие-то есть просто мои символы И я начала сокращать все вот прям Не знаю как У меня прям тыр-пыр-мыр, кыр-быр-выр Вот так вот были лекции записаны Понятное дело, что Я завтра ничего не вспомню из того, что я написала сегодня Прочитав вот это вот безобразие Я это стала понимать А, еще забыла сказать самую важную вещь Когда я решила поступать в институт Мне Саша на тот момент сказал Оль, ты не успеешь, ты не сможешь Ты выдохнешься, тебя не хватит Понимаешь тут забота о сыне Обо мне, значит, готовь-приготовь Он работал, а работал практически целыми днями с утра до ночи Его практически не было дома То есть муж старался, как мог, в 90-е годы заработать деньги Которые, в принципе, зарабатывались только на бумаге Они были в талончиках на зарплату И больше нигде нам их не выдавали Поэтому муж, как мог, так обеспечивал семью Он крутился всегда Всегда и везде старался, чтобы мы ни в чем не нуждались Это было очень тяжело Поэтому муж в семейных, в домашних делах Мне абсолютно был не помощник на тот момент Потому что у него были другие проблемы Вот, и он мне говорит Оля, ты не успеешь, ты не сможешь Ты представляешь, тебе надо постирать, убраться С сыном, со мной, значит, со всеми Ты просто не успеешь Я говорю, Саш, я постараюсь Он говорит, ну, давай тогда ты попробуешь Но только ты мне должна пообещать Что сын и я, ну, не будем Как бы чувствовать твоего невнимания к нам То есть мы должны обуты, надеты, накормлены и так далее Я сказала, Саша, все хорошо Вы не представляете, с какими я горящими глазами Сидела на парах Мне кажется, от меня светился весь зал Вот весь вот этот вот Вся аудитория Она просто горела Я всегда сидела на первой парте Мне без разницы, с кем я учусь Мне абсолютно... Я на тот момент даже не общалась Ну, там были молодые ребята Которые только закончили школу Они были намного младше меня Очень много... Очень мало было, скажем, моих ровесников Мне как-то... Я с ними, честно говоря, даже... Ну, не общалась Мне не надо было общаться с ними Мне надо было, как это говорится Глядеть в рот преподавателю Я ловила каждое слово Каждое слово Мне было очень интересно все Ну, и вот эти вот лекции Тыр, пыр, мыр Я приходила домой Понимая, что завтра я ничего не разберу И что я делала? Я начала все лекции То есть я прихожу У меня одна толстая тетрадка была Одна Я все лекции записывала туда подряд Прямо вот Лекция по математике Значит, я записываю математику Лекции там по политологии Следующие прям математика закончилась Записываю политологию Приходила домой Дома ребенок Дома муж Или именно приходилось еще ребенка забирать У родителей Родители сидели, пока я была в университете Прихожу домой Забираю ребеночка Время уже позднее Мы ложимся спать Вернее, ребенок ложится спать Муж или на работе Или тоже ложится спать И я ночью переписываю Красиво лекции С выделением главных слов И прочее Ну и вот И лекции у меня были очень красивые Все было написано Наиподробнейшим образом Здравствуй, Клякса Пришла соведущая Мы вас не ждали Время мурлыканье Сейчас девочки поглажу Вернусь Вот И так мы жили Еще был немецкий язык Так я учила слова 72 неправильных глагола По-моему Или сколько-то их было там И я их зубрила Прям расклеивала дома Нарезала маленькие фрагменты Расклеены были везде Если я мою посуду Я там пятерку Одних глаголов читаю Учу Где-нибудь глажу белье У меня напротив Над глазами Вторая пятерка Расклеена По всему Дому были расклеены Такие бумажки То есть я сразу делала Несколько дел Одновременно Чтобы успеть И домашние дела поделать И к учебе Подготовиться Ну в общем Вот Что я хочу сказать Этим примером Что кто и хочет Тот ищет возможность Тот все будет успевать Все-все-все А кто вот не хочет Тот будет искать причины И будет их находить Поверьте мне Итого Обязательно Что-нибудь будет останавливать И еще За свою жизнь Ну Уже не сильно короткую Мне 46 лет Я очень часто Встречала людей Которые Даже Жили Вопреки Любого смысла Ну вот Мы опять тут То есть Они так сильно Хотели жить Что ничто Их не убивало Вот по логике Думаешь Боже Этот человек Уже должен был Давно умереть А он живет То есть Он хочет жить Он хочет жить Он выискивает Возможность Чтобы жить У него огромный стимул Жить А что уж говорить О нашем Вязании Так Ну все Видите как мы Просим Ласки Любви И ласки Каждому существу Нужна ласка Ой чудо Надеюсь Она вам не мешает Девочки Буквально Несколько лет назад Я вязала Вроде бы Хорошо Ровно Красиво Но абсолютно Не видела Того Что изделие Сидит Ну Неправильно Что Ну как неправильно Неправильно Для кого У каждого Своё Правильно У каждого Свои Можно И свои Нельзя Для У каждого Своё Красиво И своё Некрасиво Иногда У меня Вот Всё красиво Классно Классные узоры Классно связаны Всё ровненько Нигде никаких ошибочек Всё замечательно Но оно Иногда И деле Там Некрасиво Как-то подергивается По переду Или по спинке Или отвисают бока Или пельмени По бокам У проймы Ну и так далее И так далее Раньше мне всё было красиво Сейчас я это увидела И Как это говорится Помогите мне развидеть Как теперь это всё развидеть То есть я вижу фотографии Которые гуляют по интернету Смотрю и такая Ё-моё А вот тут вот Если бы человек Вот так сделал Было бы лучше И я анализируя Ошибки других Уже учусь Их не совершать Я уже начинаю думать А что Сделать так Чтобы было лучше Вот Да Сейчас Сейчас с приходом В нашу жизнь интернета Информации столько Что хоть ложка ешь Как бесплатный Так и платный Если вы не можете Искать бесплатную информацию Сейчас столько много Замечательных Платных курсов И Ещё несколько лет назад Я бы сказала Что Зачем надо платить деньги Зачем надо это вот всё Идти на платные курсы А сейчас я думаю По-другому И сама даже Подумываю о том Чтобы сходить на курсы Я просто пока ещё Не понимаю Какой курс мне нужен Потому что вроде бы То что пишется В программах курса Вот в этом Я уже тоже развелась То есть Я наверное иду В своём развитии Немножечко параллельно С теми блогерами Которые пишут Платные курсы Может быть Я так Мне так кажется Клякса Ну ты мне мешаешь Всё Мы теперь гладимся И перестаём Вязать Я в силу Своего характера Очень дотошный человек Вот как сейчас Говорит молодёжь Душнила Вот я душнила Приятно познакомиться Я всегда стараюсь Дойти до сути Вещи И мне всегда мало Когда говорят Например Что Нужно делать росток Вот Нужно делать росток У меня вопрос Ну как вы поняли Кому нужно Зачем нужно Зачем нужно делать росток Я начинаю размышлять То есть Я получила информацию Откуда-то извне Что нужно делать росток И вторая моя мысль Так Раз пишут Что нужно Надо подумать Когда надо делать росток Зачем надо делать росток А надо ли делать росток Ну и так далее И так далее Начинаю размышлять Начинаю рисовать Начинаю думать И дохожу до того что да действительно нужно вот для этого для этого как это делается вот так вот так что это такое вот это вот это и в общем это же развитие развитие я пытаюсь потом дальше уже вязать применяя клякся нам есть телефон я не знаю что за видео будет ужасно и сегодня ну как получается девочки как есть вот она жизнь реальная жизнь и вот я потом вижу изделие применяя полученную информацию да уже пробую связать изделие например например это говорю с ростком и 2 без ростка анализирую а вот этот он сидит лучше а вот это то не подергивается а вот это душит шею ты мне не душит и вот понимаю что да все я сама себе доказываю что это есть и понимаю что без ростка вязать не стоит ну и так далее и заметьте я ведь не спрашиваю то есть я получаю откуда-то информацию какого-то блогера как правило потому что я чаще всего смотрю видео а не читаю статьи потому что мне некогда читать статьи а видео смотреть я могу в любое время когда мои уши свободны клякса нельзя отталкивает и все у нас с вами говорит хватит снимать видео я ребенок посвяти мне мне время боже мой вот и я получила информацию откуда-то да у какого-то блогера услышала просто но к тому же ростку например что нужно делать росток я не пишу этому блогеру а зачем нужно делать росток что блогер мне объяснил ну то есть чтобы мне легко далась эта информация потому что если она мне легко дастся я ее забуду забуду я не спрашиваю а я исследую я начинаю вязать я начинаю анализировать я начинаю распускать я начинаю снова вязать и только так а не иначе я дохожу до истины до той или другой ну вот вот до такого я сегодня докатилась девочки и когда меня спрашивают а сколько мне петель набрать я какую мне пряжу выбрать а какую мне какими спицами вязать а какой мне связать шапку для мужа я всегда встаю в тупик мне очень стыдно но я не могу ответить на эти вопросы не могу у меня всегда один вопрос ответ я не знаю люди думают что я высокомерная наглая но я действительно не знаю мои хорошие потому что надо пробовать надо экспериментировать надо вязать надо распускать надо снова вязать уже потом решать сколько какую каким способом что вязать только так но если я вам скажу вот например ольфа из какой пряжи мне связать мужу шапку я скажу но возьмите стопроцентный меринос ну я там например я так и говорила они пишут у меня нет возможности купить стопроцентный меринос а моя то проблема в чем вы меня спросили какую я считаю пряжу я вам ответила вы мне начинаете следующее такое ощущение что я должна решать проблемы другого человека зачем или например а у нас наших магазинах там мы живем вот там то там то у нас этого нет ну тогда зачем вы спрашиваете из какой пряжи вязать вы идите покупайте эту пряжу которую у вас есть и делайте из нее конфетку нет у вас возможности что-то покупать ну ну берите экспериментируйте приходите в магазин щупайте пряжу или покупайте онлайн анализируйте читайте берите информацию не надо ее не выпытывать у другого человека потому что ну мы разные мы все разные для меня это кайф для другого другой кайф кому-то рванина это шик а для кого-то это фобу бомж стоял и прочее да ну разные мы как один человек может посоветовать другому человеку не как мои хорошие все в наших руках берем вот этими ручками вяжем образец берем покупаем пряжу иногда ошибаемся покупаем не ту пряжу под выбранный нами проект у меня очень много таких пряж которые я планирую под один проект но в итоге потом из них вяжется другой более лучший и как правило всегда на ура проект который получается из пряжи который не подошла под первый проект я никогда не как вам сказать не довольствуюсь меньшим что ли если я вижу что пряжи не подходит этот проект я ее откладываю беру другую уже для меня это опыт что вот такие пряжи например не подходят для тех изделий также что касается моделей раньше я не анализировала свое тело ну как тело и тело и узнала примерно что у меня там заплывшие песочные часы да то есть у меня есть талия у меня широкие бедра у меня грудь то есть у меня часы которые заплыли жиром ну такая у меня фигура ну и все и не анализировала больше ничего вязала и вязала вот понравилась модель там в интернете а я вот такую хочу вот а что мне понравилось мне понравилось как та модель сидит на той девушке я не понимала что на мне или на заказчице на моим еще на ком-то эта модель будет сидеть то совсем по-другому вот сейчас у меня постоянный спор с моей заказчицы у меня осталась одна заказчица только который я вижу еще пока не отказался вязать потому что вот я поэтому по этой причине я и отказалась принципе вязать потому что людям нравится картинка то есть они присылают мне фотографию готового изделия на какой-то девочки 90 60 90 и говорят оль я хочу вот такую модель женщина например ей уже там например 60 лет она 120 120 120 до по ширине я понимаю что одно дело на девочки 90 60 90 другой на женщине 120 120 120 еще и с выпирающим животом еще и с сутулостью по спине я вижу что вот эта модель будет просто отвратительно сидеть на этой женщине сказать это я в лоб не могу человек обижается почему-то всегда все обижаются вот одна заказчица мне не обижается с которой мы спорим который я говорю что нет это тебе не подойдет если хочешь еще другого мастера но я тебе это не свяжу мы с ней ищем дальше следующую модель она год ну хорошо тогда вот давай вот эту я говорю нет это тоже не пойдет и в таким образом мы находим модель которую я хочу для нее вязать и она хочет ее носить вот таким образом мы выходим поэтому она осталась у меня одна остальным я просто сразу отказываю сразу говорю нет я на заказ не вижу вот по этой причине когда я узнала свое тело я тоже поняла что мне где надо корректировать в вязании моделей что мне зачастую нужно вывязывать на сутулость укороченными рядами выходить чтобы красиво обыграть чтобы этого не было не видно где-то порой на в каких-то моделях мне нужно делать выточку в каких-то не во всех пока не во всех но в каких-то еще уже нужно делать выточку ну и так далее так далее хотя я еще продолжаю экспериментировать в этой области вот вот до такого момента своего развития вязание я дошла сейчас и не только вязание видите здесь же развитие уже как бы очень много швейных сюда навыков приплюсовывается очень много навыков того что я блогер да это тоже очень такое развитие получаешь и она действует на вязальный скажем мой кругозор тоже очень сильно и вот вот об этом я сегодня и хотела вам рассказать вот такая тема ну и в итоге как итог как заключением мне хотелось бы вам сказать что не стоит нам все таки злиться друг на друга не стоит нам ругаться у нас очень миролюбивое хобби и наше хобби позволяет сделать этот мир чуточку краше не знаю убедила я вас в этом или не убедила но я никого убеждать не хочу каждый развивается как может как хочет и он имеет на это полное полное право хочет вяжет без анализа фигуры ты его право получает радость не видит он что изделие может сидеть лучше значит и не надо пусть вяжет дальше самое главное хочется вязать и не отбивайте сами себе руки вяжите хочется экспериментировать экспериментируйте хочется вязать без образцов вяжите без образцов ни на кого не смотрите никогда ваше вязание только в ваших руках ну вот мои хорошие такое вот сумбурное видео мы с вами пообщались я немножко повязала немножечко поиграла с кляксой все в одном поразмышляла с вами жалко конечно что здесь и сейчас вы не можете со мной пообщаться на эту тему этим очень хороши прямые эфиры которые мы проводим в контакте и мне все больше и больше они начинают нравиться когда я только начала вести прямые контакты прямые эфиры в контакте на площадке в контакте мне казалось что я это делаю больше для вас чем для себя а последнее время я поняла что я очень скучаю по этим прямым эфиром и я очень хоть скучаю по общению с вами вот именно здесь и сейчас мы с вами там так дружно беседуем я задаю вопрос вы мне сердечками показываете согласно вы со мной или если вы молчите значит если я не вижу сердечек ваших то значит вы со мной не согласны я все это понимаю воспринимаю это так здорово так мы начинаем кидаться маме вещами это так здорово и дорогого стоит мои хорошие я вас очень благодарю что вы у меня есть я очень благодарю за то что вы меня цените и я не у каждого из вас мой дорогой и добрый зритель а зрители у меня действительно добрые действительно щедрые действительно душевные и вы меня любите я не знаю за что но вы меня любите и я вас люблю в ответ но на этой ноте мои хорошие я буду с вами прощаться я желаю в первую очередь всем мирного неба над всей планеты огромного здоровья и всего самого-самого доброго но я с вами буду прощаться до скорых встреч и пока пока